Всем привет! На предыдущих уроках мы с вами вязали вот такую замечательную удлиненную шапочку с отворотиком и связали вот такие варежки для девочки. Замечательный наборчик, я под него решила связать также снут. Снут я вязала обычной английской резиночкой в одно сложение, то есть без отворотиков. Затем сшила вот так вот аккуратненько с внутренней стороны и получился довольно-таки замечательный наборчик. Я сейчас бы вам хотела показать, как сделать английскую резинку, из которой мы вязали снут. Итак, для образца возьмите ниточки, спицы две и наберите, ну допустим, 20 петель. Я набираю первые две всегда на одну спицу для того, чтобы был не растянутый край. Хотите, набирайте сразу на две. Две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать и двадцать. Теперь разворачиваем, вытягиваем ту спицу, на которой не были набраны начальные кетли. И первую кромочную снимаете, затем провязываете одну лицевую. Теперь, смотрите, у нас будет чередование, как в резинке 1х1, лицевая и изнаночная. Но изнаночную мы не будем провязывать, мы будем делать накид и вместе с этим накидом снимать просто изнаночную. Затем снова лицевую провязываем, накид снимаем с изнаночной. Снова лицевая, накид снимаем с изнаночной. Лицевая, накид снимаем с изнаночной. Лицевая, накид снимаем изнаночную. Лицевая провязываем, накид изнаночную снимаем, лицевую провязываем, накид изнаночную. И так до конца ряда делаем. Лицевую провязываем, накид с изнаночной снимаем и кромочная обязательно изнаночная. Разворачиваем второй ряд. Кромочную нашу снимаем. Теперь смотрите, у вас идет с этой стороны получается накид и лицевая, затем идет изнаночная. Накид с лицевой провязываем вместе, одной петелькой лицевой. Затем вместо изнаночной мы делаем снова накид с изнаночной снимаем. То есть в этом узоре мы изнаночную не провязываем вообще, кроме кромочной последней. Теперь смотрите, снова идет накид с лицевой, мы провязываем его лицевой одной. Накид с изнаночной просто снимаем, лицевую с накидом провязываем лицевой. Изнаночную с нашим накидом снимаем, лицевую с накидом провязываем. Изнаночную с накидом снимаем, лицевую с накидом провязываем лицевой. И так далее. Смотрите, там где у вас вот эти вот изнаночные с накидом, с другой стороны у вас получается лицевая с накидом. И вы лицевую с накидом всегда провязываете, изнаночную не провязываете, а снимаете с накидом. Кромочная и изнаночная всегда в конце ряда. Третий ряд. Все повторяется то же самое. Кромочную снимаете, далее идет лицевая с накидом. Вы ее провязываете общей лицевой. Изнаночную не провязываете, снимаете с накидом. Затем снова лицевая с накидом провязываете, изнаночная с накидом снимаете, лицевая с накидом провязываете, изнаночная с накидом снимаете. Снимаете лицевая, изнаночная. То есть, смотрите, лицевая у вас будет всегда сопровождаться с накидом, потому что вы сейчас делаете в этом ряду изнаночные накиды, сопровождаете. И так далее. Лицевую провязываете с накидом, изнаночную просто снимаете с накидом. Лицевую провязываете, изнаночную с накидом. Лицевую провязываете, изнаночную с накидом просто снимаете. Из этого, как вы посмотрите, вот так вот, кромочная и изнаночная, И состоит узор английской резинки. Я вам сейчас немножечко таким образом покажу, провяжу. Снова кромочная снимаете, лицевая с накидом провязываете. Изнаночная снимаете с накидом, лицевую провязываете. Изнаночную с накидом снимаете, лицевую провязываете. Я сейчас вам таким образом немножечко покажу. Вот так вот. Немножечко провяжу. Я буду вязать по средней скорости, могу немножечко помедленнее, чтобы вы увидели. Кромочную, изнаночную всегда провязывайте. Теперь снова разворачиваете, кромочная снимаете, лицевая с накидом провязываете, изнаночную с накидом снимаете. Лицевую провязываете, изнаночную снимаете. Лицевую, обязательно изнаночную сопровождайте накидом, для того, чтобы у вас получалась такая воздушная, красивая лицевая косичка. Ну, то есть, у вас где лицевые петли, у вас будут такие красивые, ровные косички. Я бы даже сказала, объемные колоски. И обязательно учитывайте тот момент, который... Вот, смотрите, вы набрали, допустим, 10 петель, и у вас сейчас где-то в полтора-два раза увеличился объем вязания. Ну, то есть, смотрите, вы, допустим, набрали, у вас 20 петель составляло, к примеру, 7 сантиметров. То сейчас у нас, как минимум, 10 сантиметров получилось вязание. Потому что вязание увеличивается, как бы, то есть, оно объемное. На снудик, на свой, я набрала 40 петелек. И вот таким образом у меня расширилось вязание мое. Как бы, получился такой объемный, красивый узорчик, рисуночек. В общем, вот так вот провязываем, провязываем. Смотрите, я все продолжаю повторять те два единственные начальные ряда. То есть, кромочную снимаете, лицевую вместе с накидом провязываете, изнаночную с накидом снимаете, лицевую провязываете вместе с накидом, изнаночную с накидом снимаете. И так, до конца своего вязания. Вот так вот я продолжаю. На самом деле, английская резинка очень интересный такой узорчик. Он объемный, красивый и косички идут. Если просто резинка один на один смотрится скупенько и скромненько, скажем так, то здесь резинка выглядит такой довольно-таки богатой и пышненькой очень. То есть, в принципе, ниточки она выбирает, как обычная резинка в себя, впитывая, так скажем. Но выглядит она очень красиво. Вяжут с нее очень много, я знаю, изделий и шапочки, и шарфики. Но в основном, честно говоря, для снуда эта английская резинка является наиболее подходящей и симпатичной. В общем, как вы видите, ничего сложного не составляет ее связать. Вот таким вот рисуночком я и связала свой снудик для шапочки. Можете выбрать цвет любой. Можете также связать метра, допустим, полтора и сшить на изнаночной стороне таким же образом, как я вам и говорила. Просто заканчиваете вторую сторону и сшиваете соединительными столбиками. Вводите в одну стеночку, во вторую стеночку и соединительную петельку делаете. Снова в один, в одну сторону, во вторую сторону и соединительными. В общем, соединительными столбиками так и получается красивенько вот соединение. Еще раз повторюсь, можете связать более длинную, затем, одевая на шею, закручивать восьмеркой. То есть, вот таким вот образом одевать на шею. Ну, как бы, соответственно, будет оно пышненько смотреться и в два раза как бы шире сделаете. В общем, я надеюсь, что вам мой видео урок понравился. Всем ровных петелек. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!